Особое мнение на 101FM Вы можете задавать нашему гостю вопросы Мы следим И если вопросы интересные Нет, не верь, Аня А на прошлый раз заданный вопрос Запустила и забыла задать Потому что мы с вами разговорились На очень интересные темы Мы обязательно сегодня поговорим Про поддержку кировского бизнеса Есть она или нет Потому что мне кажется, что она есть Но ощущение у меня, что не те люди Почему-то задумываются о том, что бизнес надо поддерживать Не те, кому должно об этом задумываться В первую очередь Но сначала все-таки, Азиз Алиевич Я бы хотела вас попросить прокомментировать Предстоящий наш плебисцит Извините, я не хотела ругаться Голосование по поправкам в Конституцию Всех наших экспертов мы спрашиваем В течение ближайшего месяца будем это делать Определились ли вы для себя идти или нет Участвовать или нет Пока собираюсь идти, участвовать Планируете идти Можете ли сказать, как собираетесь голосовать? Могу, буду говорить нет Почему? Ну, тут есть масса причин Которым я для себя решил, что буду голосовать против поправок Есть чисто правовые причины Потому что я считаю и согласен с теми экспертами Которые говорят о том, что нарушена процедура принятия Я согласен с тем, что очень многие изменения Сделаны не для того, чтобы улучшить правовой механизм На территории страны, которая действует А для того, чтобы улучшить жизнь бюрократическую Во главе с Путиным бюрократическому классу Очень тяжелую ситуацию ставится судебная система Которая Ну и до сих пор-то нельзя было сказать, что она независима От президентской власти По факту мы видели, что да, действительно Судебная система очень часто принимала решения Соответственно, с политической целесообразностью Как считала судебная система, а не с точки зрения права А теперь, когда уже президент получает такие полномочия Фактически, так сказать, по освобождению судей Конституционного суда Одним рощерком пера Можно сказать, что Оспаривание любых актов высших государственных органов Становится делом Вот таким бесперспективным, скажем так Ну разве только для того, чтобы еще раз убедиться Что судебные органы будут полностью зависеть От исполнительной власти Есть масса других причин В том числе Причины Например, что Многие поправки, которые вводятся Они носят декларативный характер И вообще на жизнь-то особенно влиять не будут Какие поправки вы имеете? Ну, например, там Ну, например Об индексации пенсии Ну, вот, ну, декларативный характер То есть размер индексации не прописан? Размер индексации непонятен Если государство будет в тяжелом положении Когда не будет денег Кто будет индексировать? Это вот как сейчас предприниматели У которых нет денег Которым сказали Ну, вы давайте платите там Налоги Налоги Заработную плату За нерабочие дни Берите кредит и платите Там, да Там Или там О роли русского Там Языка и культуры Там у нас там есть Что-то типа такого Да Что Но Вы знаете Например, роль языка и культуры Духовности Того или иного народа Имеет Большое влияние Когда Эта страна Этот народ Сильный В экономическом Научном отношении Мы можем сколько угодно Говорить там О таких вещах Но Не, ну Россия В этом смысле Наверное Не знаю С точки зрения экономики С точки зрения науки Это, наверное Все еще Один из лидеров Мировой Один из лидеров Да Нет? Если считать Что мы уже почти колониальные Так сказать Ну или как Мы Страна Которая сегодня Снабжает Китай Значит Нефтью и газом Сырьем Всяческим А не Научно-техническими Достижениями Мы их кадрами Снабжаем еще Ну считайте Что мы Да Мы как бы Это передовая держава И за 20 лет После Ельцина К сожалению Мы Эту тенденцию Не переломили Это как раз Все годы Нашего уважаемого Путина Ну и что мы в итоге Так сказать Получаем Или например Включение там В конституцию Упоминание о Боге Например Да Вы знаете Что я верующий человек Но меня это не радует Потому что Понимаете Одно дело Говорить О Боге А другое дело Верить И творить Я вообще не очень понимаю Зачем это вписывать В конституцию Если честно Потому что Ну тем не менее Бог это настолько Там далекая От конституции Или например Человеческих законов Сущностей О детях Что он приоритет Что мы обеспечим Духовный рост И так далее И мы видим Что за эти годы Там качество образования Упало И у меня лично Масса вопросов К процессу Духовного роста Детей К их воспитанию И так далее Когда школу Вообще И исключили Так сказать Из процесса воспитания Воспитание Это обязанность родителей И зачем это Как бы Я согласен Тут вот Владимир Владимирович Между прочим Законопроект Предложил По поводу Патриотического воспитания В школах И усиления Этой истории Ну значит Дальше будем Так сказать Как Ситуацию То есть Понятно Что начинает Усиливаться Идеологический компонент Или Ну как это сказать Запудривание Компонент Запудривание У мозгов Значит Тем Что будет считать Патриотизмом Тот Кто Значит Будет Определять Эти программы Да Кстати Еще не очень понятно Кто будет Это все преподавать Что будет писать Вечебники С моей точки зрения Патриотизм Это одно А с их точки зрения Это другое С моей точки зрения Там Человек Который Осужден Там За коррупционные Преступления Он Должен Сидеть А с их точки зрения Патриот Сердюков Например Возглавляет Государственную корпорацию Например Как патриот Видимо Патриотизм Его Когда он Получил звание Героя России С моей точки зрения Человек Который Лично не участвовал Героизм Не проявлял В военных Действиях Не может получать Героя России А с их точки зрения Может Даже если он Сидел Где-то В бункере Управлял Какими-то Понимаете И когда Эти люди В качестве Примера Будут Приводиться К моим Детям Внукам Понятно Для меня Это вообще Никакой Не патриотизм Понятно Что Очень много Будет Запудривания Мозгов С этой точки зрения Возвращаясь К институции Это декларативно Это все Декларативные поправки Юридические какие-то вещи Скажите пожалуйста Юридические Что касается Особенно важно Что касается Ветвей власти Их приплетения Мы сегодня Увидим Что по конституции По факту Президентская Она будет приплетаться С исполнительской властью То есть он По факту Становится Ну хорошо Или там По конституции Освобождение От ответственности Экс-президентов Окей Мы видим Что даже В таком крепком Государстве Как Израиль Значит Президент Не освобождается Будущий он Или нынешний От ответственности Если он Домогался Какую-то женщину Его судят Конкретно Понятно Понятно Что даже Если это будет Вписано В конституцию И потом Эти люди Этот человек Этот класс Уйдет От власти Придут Оппоненты Жесткие Придут оппоненты Понятно Что это будет Изменено И эти люди Будут судимы Эта история Тысячу раз Показывала И я Что могу С этой точки Зрения Считаю Что Это иллюзия То есть Иллюзия Укрепления Власти Иллюзия Освобождения Себя Как бы От будущей Ответственности Ну Кто бы думал Что Значит Такой Великий человек Как Сталин Будет Осужден Значит Когда-то Историей И Своей партией Непосредственно Я с великим человеком Конечно Может не поспорила Но Не тема Не сегодняшнего Это не тема И потом Ну Как вы понимаете Что это же мое мнение Конечно Особое Да Поэтому Но Но ведь он был осужден За те действия Значит За которые В принципе Наверное Любого человека Можно было бы Осудить Хотя Мы с вами Об этом еще поговорим Это совсем другая Это сказать Или там Хрущева Которого Все на ура Воспоримали А потом Ну и так далее То есть Примеры История знает Да История История Не просто Примеров знает А история Говорит Что это Закономерность История Говорит Что это Закономерность То есть Не уходишь По-хорошему Получишь Потом По полной А потом У нас Как бы Есть Очень хорошая Цитата Владимира Ленина Тоже Который Говорил Что Незнание Или Игнорирование Общественных Законов Не приводит Не приводит К их Исчезновению Он Приводит К тому Что они Проявляются В извращенном Виде То есть Либо Ты признаешь Этот закон И следующее Этому Общественному Закону Либо Ты не Следуешь Этому Типа Вот Как бы Можно Много Еще Говорить По конкретным Изменениям Но поправок Много Да Поправок Очень много И поэтому Я еще сказал Что сама Процедура Понятно Что Путину И стоящими За ним Людям Бюрократическому Классу Очень хочется Чтобы Путин Остался Еще И вот Эта вот Иллюзия Укрепления Власти Что они будут Вечного Власти Ну Ну что Я все больше Укрепляюсь Во мнении Что придет Время Раньше Я не очень Был согласен С таким термином Как Иллюстрация Но видимо Придет время Когда Будут Иллюстрировать Всех Тех Кто имел Отношение Вы думаете Что происходящие Процессы К этому Подталкивают Да Я думаю Что Ну Смотрите С одной стороны Что происходит Смотрите Что происходит С одной стороны Мы видим Кризис Мы видим Объединение Людей Статистика Говорит о том Что Такие вроде Как цифры Но они Очень о многом Говорят Что В корзинке Людей Корзинке Питания Людей Увеличивается Доля продуктов С низким Качеством И с низкой ценой Ну Делайте вы Сам Почему Человек Начинает Искать Колбасу В которой Мяса Практически Словно говоря Нет Потому что Колбаса С мясом Стоит Дорого Видимо В колбасе Что угодно Шкуры Измельченные Кости Жиры И еще Чего-то И какой-то Химический Цвет И с другой Стороны Публикуют Что по итогам Первого квартала Топ-менеджеры Правления Газпрома Дополнительно Получил премию В 400 миллионов Рублей За убытки За первый квартал Получив убытки В 200 миллионов Они 400 миллионов Получают То есть Это тоже Информация Взята Из средств И это все доступно То есть Это мы Можем видеть Или мы видим Что у нас Кризис Денег нету Людям Выплачивать Содержание Кто пострадал Определяют Через сито Такое Пострадавших Что невозможно Бывает туда Пройти По 12 100 Чтобы получить По 12 300 И в то же время Содержание Администрации Президента За первый квартал Увеличивается На 100% Становится 20 миллиардов Но видимо Ну им зарплату Надо было платить То есть Не столько Сколько в прошлом году Видимо Бедные Они изголодались Больше чем Остальное население России Ну то есть Когда ты видишь Такие цифры Или там Видишь что там Увеличилось Условно говоря Там На силовиков На Значит Отпустили Там 2 2 триллиона Там 700 Если я не ошибаюсь Там Да В том числе На безопасность Типа Внутреннюю безопасность Там России А На Значит Здравоохранение Там Увеличилось Если не ошибаюсь До 480 миллиардов Ну то есть Цифры Когда смотришь Думаешь Ну господи О чем эти люди Значит Вот о чем эти люди Думают О безопасности Ну Да Ну а чьей безопасности Ну явно Не о Населении Не о народе Не о людях Которые живут На территории Российской Федерации То есть Поэтому Сегодня на самом деле Голосование по Конституции Это штука Имеющая Очень Далеко Идущие Последствия То есть Если кто-то думает Кто организовывает Это голосование Что это как бы Вот они Сиюминутно Получат какую-то выгоду Я как бы хотел бы Этим людям сказать Всем кто будет Вот Причастен к этому Да Что эта Ситуация будет иметь Далеко идущие Последствия То есть Когда вы говорите Что в бюджете Денег нету Там А на голосование В Кировской области Кидаете 250 Миллионов Значит Рублей На голосование Которое Не имеет Никакого Значения Когда мы уже знаем Что по всем законам Как бы То что вы уже устроили Уже говорит о том Что Все Конституция Если уже печатают И уже напечатаны Продаются Конституции С поправками То и Ну о чем мы тут уже Как бы Говорим Азиз Алиевич А почему вы пойдете Все-таки голосовать Есть мнение Два Да С одной стороны Ну у тех Кто против Да Вот этих всех поправок Которые вносятся И самого механизма Как это все было сделано Есть мнение Два Кто-то говорит Что вообще не надо Участвовать в этом Кто-то говорит Что надо идти Голосовать против Почему вы пойдете Ну Я не привык Как бы Ну Отмалчиваться И не привык Я не вижу здесь На самом деле Какой-то особенной Логики Я знаю Эти мнения Люди Обосновывают Это Значит Тем Что Обеспечив явку Как бы На Голосование Я тем не менее Легитимизирую Эту Конституцию Укрепляете Да Тем Что вы придете Еще придет Десять человек Проголосовать против Что я считаю Это голосование Законным Ну да Такие сомнения У меня тоже есть Тоже есть Ну время еще есть Мы посмотрим Как Есть такие сомнения Потому что Если это Все-таки законно Голосование А я его считаю Незаконным На самом деле Зачем на него Приходить Ну и пусть Какой бы результат Ни был Все равно Этот результат Незаконный Понимаете Есть Я знаю Такое мнение И честно говоря Логика Мне понятна То есть Она достаточно Стройная С точки зрения Права Такая логика И возразить Против нее Тоже сложно Так что-то Да Но Я привык Своё мнение Высказывать То есть Я Если Считаю Что это Незаконно А у меня Нет другого Варианта Выразить Своё несогласие Но если только Бездействие Является Выражением Несогласия Но ведь Сколько раз Это бездействие По нашей жизни Приводило к тому Что Все равно Вот люди Не пришли А губернатора Васильева выбрали Ну кто-то пришел Кто-то же Голосовал Ну кто-то пришел Но мы же знаем Пришли там Сколько-то процентов Из них Сколько-то проголосовало Да не Ну может быть Я думаю Что пришли люди Которые может И поверили Тоже у Васильева Мы же Пока он был здесь Первый год Еще Все еще И верили Но он уже Четвертый год И все уже ждут Когда Васильев уйдет Все уже ждут Все уже сроки называют Потому что Ну уже невозможны Эти коррупционные скандалы И Это бездействие По факту Так сказать По развитию Кировской области Это Правительство Которое работает Кировская область Которое работать Не хочет И многие Не умеют работать То есть Некомпетентны В тех отраслях Которыми они руководят Это конечно Ужасная ситуация Кировская область В этой ситуации Выглядеть По сравнению С другими областями Ну Тяжеловато Скажем так А Вы на каких-то Объективных данных Основываетесь Или у Вас Просто вот Ну я не знаю Там личные какие-то Ощущения Вы можете статистику Смотреть Вы можете читать Вы можете У нас сегодня Слава Богу Как бы глобальный мир Мы можем Значит Наших людей Которые в других Регионах Там живут Нельзя сказать Что Эти данные Всегда верифицированы Как бы Да Что Вот они на 100% Так сказать Ну У меня на сегодняшний Есть масса вопросов К тому Что происходит На территории Области И нашего города Даже вот То что вроде как Правильно делают Принимают Вроде как Принимают Готовы принять Стратегию города Кирова Без стратегии Развития Кировской области Надорванный от жизни Документ Вы про это говорите Вот Вообще Ну хорошо После принятия Стратегии Развития города Кирова Будет принята Стратегия Развития Кировской области Тебе чиновник Ответит Бюрократ А мы Скорректируем Перепишем Да Отправим Мы скорректируем Деньги заплачены И можно ведь Скорректировать То по-разному Можно Скорректировать Так Что Ой-ой-ой Значит Ничего От этого документа Не останется И При этом Мы Как бы Четвертый же год И мы знаем Что сначала Васильев должен был Организовать Это Потом Чурин должен был Организовать Значит Сначала Там Васильевские Товарищи Татарии Которые туда же Видимо Товарищ Кадыров Я может быть Ошибаюсь Но по-моему К осени 18-го года Нам обещали Стратегию Ну Обещать-то Обещали Но Стратегия должна Была сразу Даже еще До того Как Губернатора Избрали Он же Полгода Это был Исполняющим Обязанности Но ты же знал Что ты будешь Губернатором Уж надо было Над этим Работать А не Там Ходить и Рассказывать Что ты наведешь Тут элементарный Порядок Видимо Своих Как бы Расставишь Даже по-моему Не полгода Даже больше Потому что он приехал В июле 16-го года После ареста Видимо Чужих Коррупционеров Уберешь Своих Расставишь Вот это и был Элементарный Порядок Я что-то не помню Выборы Или в марте У нас были выборы Ази Салич Я уже не помню В сентябре В сентябре Значит больше года В статусе Исполняющего обязанности Ладно У меня только один вопрос По конституции Чтобы эту тему Закрыть Скажите пожалуйста Вы знакомых Ваших спрашивали Есть среди ваших Знакомых Люди Которые поддерживают Эти изменения И пойдут голосовать За Я Честно говоря Среди моих Знакомых Таких Нету Но я Как бы Среди Несвоих Знакомых Случайно Узнал Одного человека Который сказал Ну а я пойду Проголосую И Как бы Таких вот Логически Последовательных Объяснений Он не работает Самое интересное Что он не работает В аппарате Никаком В органах власти Не работает Ни чиновник Ни бюджетник Есть такие Вы знаете Вы же знаете Что мы такие люди Что мы любые мнения Уважаем Конечно Да Ну окей Если ты так считаешь Но хуже Что когда человек Так считает Но объяснить не может То есть Единственное Объяснение Что якобы Ему так сердце Подсказывает Да Но якобы Эта ситуация Вот Все-таки Укрепит Государство Потому что Может быть Мы Причем так и звучит Может быть Мы Путину Еще дадим Один шанс Да То есть Совсем согласны Что бюрократический Класс захватил Власть Что он Не дает Стране развиваться Что все работает Себе на карман Альгархат Ну смотри Если даже анекдоту Как говорят Колумбийские Наркоторговцы Значит Спрашивают Где можно Закончить Значит И получить Звание Полковника ФСБ Потому что Это сегодня Выгоднее Чем торговать Наркотиками Да То есть Когда поймали 13 миллиардов Или сколько там Значит Сотрудника ФСБ В квартире С деньгами То есть Если такие анекдоты Уже ходят Да все понимают Что происходит В стране Что невозможно Уже вот В такой ситуации Как бы Жить То есть Я ведь Смотрите По бизнесу Вам еще массу Ситуаций Могу как бы Привести И наверное Нам еще с вами Придется приводить Такие ситуации Да Даст бог Мы в эфире Многие вещи Озвучим Значит В том числе Касающиеся Там иногда Некоторых ваших Так сказать Спонсоров Которые там В интересных вещах Там засвечены Там Да Но Ну Понимаете То есть Когда ты видишь Что сверху Донизу Люди работают В своих корыстных Интересах Ну не все же там Такие Не все такие Никогда не говорил Что все такие Вы говорите Сверху Донизу Да Но когда ты видишь Что система Сегодня построена Мне ведь так и говорят люди То есть В том числе Люди в погонах Ну слушай Ну это же система Как нам с этим Как бы бороться Я тут пришел Не могу Один Да Я им говорю Что я знаю Давай я тебе Расскажу как Давайте сначала Сделаем судебную систему Полностью Независимой Полностью Понятно Что Любые Любые системы Это Отпечаток Общества Любые Поэтому Все очень сложно Но я думаю Что Вы знаете Есть поговорка Хорошая Народ имеет ту власть Которую заслуживает Это хорошая поговорка Но Ты народу то Предложи сначала Что нибудь другое А выбор Ты народу Ничего не предложил Ты не даешь ему Вариантов Вот Но Я молодым Людям Молодым Предпринимателям Сегодня Всем Которые уже Понимают Что происходит Готовы Я всем говорю Давайте Вот Я им рассказываю Как устроена система И рассказываю Как в этой системе Можно Несмотря ни на что Начинать делать дела Но Когда я им говорю Самая Значит Идеальная цель Когда достигнута будет Она примерно Может достигнута быть Через 5-7 лет Они сначала сникают Они думают Что вот они Сегодня начнут Завтра И завтра Уже наступит Там Нет Счастливая завтра Есть краткосрочные цели Штери управления Есть среднесрочные И долгосрочные Мы К счастью Придем Когда Выполним Долгосрочные цели Азиз Агаев В нашей студии Директор аудиторской Консультационной Компании Бизнес Информ Мы сейчас Делаем перерыв На рекламу И вернемся После нее Особое мнение На 101FM Азиз Агаев В нашей студии Директор аудиторской Консультационной Компании Бизнес Информ Заместитель Председателя Кировского союза Промышленников И предпринимателей Мы продолжаем Давайте К теме Нашего Сегодняшнего Разворота Обратимся В 11 часов Были у нас Роман Ситов Светлана Шихова И Павел Дорофеев Депутаты ЗАГС Собрания Разные фракции Ну не столько Даже фракции Там например Роман Ситов Представлял Сколько депутатскую Группу Это люди Которые прорабатывали Возможные поправки К закону К законопроекту По льготам По УСН Разные совершенно Там варианты У них Да В чем-то совпадает В чем-то нет Где-то там Более радикальные Какие-то предлагаются Вещи Там и продлитить Льготы На следующий год Ну соответственно Наиболее дорогостоящие Для бюджета Да Где-то более Может быть там Разумные И более скромные Да Ну вот история такая Все поправки Абсолютно Которые были предложены Депутатами Вот этими Вот да Конкретно Этими силами Политическими Получили отрицательные Там Заключения Губернатора Месяц еще впереди Приниматься будет Это все в июле Как я понимаю То есть время еще Повлиять Может быть и на власти Исполнительные И на коллег По депутатскому корпусу Разработчиков Есть Вот Но Меня в этой ситуации Немножко Настораживает Следующее Когда этот законопроект Принимали в прошлом месяце Да И принимали в первом чтении Было огромное количество встреч В том числе Губернатора И председателя правительства Александра Чулина С руководителями Общественных деловых объединений И было сказано Очень много По поводу того Что бизнесу нужна поддержка Бизнес сидит без работы Им нечем кормить детей Им нечем платить налоги Им не на что содержать предприятия Они думают о том Чтобы уехать в другие регионы Где условия яснее Где-то лучше Где-то тебе Практически красную дорожку Растилают Как в Удмуртии Хочешь переехать Вот тебе пожалуйста Через 15 минут Как нам сегодня рассказывали Присылают пакет документов Все Тебе ничего не надо делать Только вот Только пожалуйста Перерегистрируйся Но бизнес тем не менее Сейчас сидит в Кирове И думает о том Оставаться Или там уезжать Оставаться Или закрываться И вот на этом фоне Просто берется Там да и розчерком Вот это вот Все берется И без обсуждения Без всего Нет и все Вот это что такое Это вот работа Как бы бюрократической системы Которая запущена Под это Уже вот под эту цель Значит здесь хочу отметить Очень быстро Такие вещи Первый Губернатор подписывает Он не понимает Ему все равно Ему все равно Почему? Потому что он не понимает Ему здесь не жить Он уедет отсюда Ему здесь не жить Он уедет Поверьте мне Так Уедет Либо по хорошему Либо по плохому Но все равно уедет Вот И ему здесь не жить Теперь что касается Министра финансов Который дает Такие цифры А именно Ларисы Маковеевой То я считаю Что Вот мы сейчас Как коренные кировчане Там Кто вот живет здесь И делает бизнес Мы должны ее призвать И уйти в отставку Потому что она На сегодняшний день Губит бизнес Кировской области И она первая Ответственна за это Первая Несмотря на то Что у нее есть Такие поручения Что есть ограничения Какие-то федеральные Там и так далее И так далее Во-вторых Чурин Чурин Который кировчанин Который кировчанин Отвечает за это Понятно Что у него Есть большой свой бизнес И у него куча денег И ему наплевать По большому счету Как бы Что происходит С малым бизнесом Где занято Там 20% Ну ему может быть Не наплевать Он может быть Просто не представляет Реальную картину А если не представляет То он не на своем месте сидит Если он Ну Аня Тут два варианта Либо ты Вредничаешь Либо ты дурак Других Ну с моей точки зрения Это моя личная Точка зрения Да Других вариантов Я здесь не вижу Понимаете Только два варианта Я не считаю Что Чурин дурак Я его знаю Мы с ним Когда-то так сказать Общались Когда он был еще Никем по большому счету Так сказать Ну образованный Как бы Человек Ну других характеристик Давать не буду Не о Чурин По большому счету Речь Теперь смотрите Значит Те единороссы Которые проголосуют За это Вот Ну боюсь назвать Там Раньше Во время Великой Отечественной Тех кто Как бы Против страны своей Воевал Называли определенным словом Ну пока забуду Как бы это слово Те кто проголосуют За правительственный Значит проект Они поступят Очень плохо По отношению Кировской области Очень плохо Значит Что касается Чисто просто Экспертных расчетов Те расчеты Которые предоставляет Значит Министерство финансов Кировской области Они С воздуха Они дутые Не будет у предпринимателей Таких доходов Не будет Нет у них Вы не Вы не то считаете Когда считаете Выпадающие Как бы Доходы И поэтому Все депутаты Сегодня должны Стать грудью В этой ситуации Да хоть на один год Вне зависимости от Политической окраски Да господи Ну не собаки же вы Чтобы на вас там Красные и синие Вешали бантики Вы же люди Которые живут На территории Кировской области Вы же должны Эти вещи понимать Когда говорят Выпадет там 70 миллионов Окей Окей Вы 240 миллионов Собираетесь потратить На неизвестно что На так называемые Значит Голосования Так сказать Которые не предусмотрены Ничем По большому счету И никому не нужны Вы собираетесь Значит Потратить 100 миллионов Значит На Проект реконструкции Там Черного озера Вот вам и деньги Не тратьте Не тратьте Ликвидируйте пост Значит Там Председателя правительства И вам еще Значит Миллионы упадут Там По 200 тысяч Посчитайте Еще 3 миллиона Вот Поищите Есть эти деньги Есть эти деньги И поэтому Если вот Наши депутаты Которые Вот они Я понимаю Сейчас на что идет Там например Роман Он тоже как бы Функционер От единой России Но смотрите Он сейчас идет Практически против Линии Партии Своей Это очень смело Несмотря ни на что На то Что он раньше говорил Как он раньше поступал Смотрите Реально человек Понимает Вот нам надо Сделать так Чтобы такие люди Не понимающие Как Бакин Их уже не присутствовало Во власти Чтобы присутствовали Только понимающие люди То есть Бакин тоже должен Уйти в отставку То есть Должны остаться Только люди Которые реально Понимают Какова ситуация Мы же не говорим Что на веки вечные Освободите Для нас сейчас важно Чтобы вот 20-й год Были освобождены Давайте по итогам 20-го посмотрим Может 21-й надо будет Освободить А может быть и нет А может нет А может быть надо будет Чуть-чуть уменьшить И тогда выпадающих Так называемых доходов Будет так сказать Меньше Но конечным итогом Выпадающие доходы Это Господи Это Конечным итогом Если мы их обкладываем Мы не получим Не только этого Мы не получим Еще и Налог на доходы Физических лиц Или получим В меньшем размере Хоть они Вот финансисты Нам говорят Да нет Налог на доходы Физических лиц Всегда платят На месте Мы можем сесть И посчитать Это вечная песня Как бы Всегда об этом Говорят Но это неправильно Азиз Рекоделение КПРФ Выложил на своем сайте И с этого Собственно Все началось С описанием Теплого бассейна И всего остального Я не знаю Что из этого Соответствует Действительности Именно в смысле Описания Но про то Что картинки Это действительно Некий эскиз Который Конкурсу Проектному Готовится Я знаю Что реально Этот проект Есть Да И все говорят Что он есть Азиз Алис Спасибо КПРФ Что там Обнародили У меня только Один вопрос Вот сейчас Такая ситуация Все В положении Когда надо Считать Каждую копейку Выплывает Вот эта Новость Про Непонятный Проектный Конкурс То ли будет То ли нет И про 100 миллионов Которые до 23 Года Хотят потратить Все понимают Я думаю Что и в сером доме Тоже понимают Что несвоевременно Сейчас такие расходы Что восприняты Жителями Они будут Как несвоевременные Почему до сих пор Нет официальной информации Что они собираются Делать С этой территорией Вот потом Вы спрашиваете Почему надо Этому уйти В отставку Этому уйти Потому что Таких людей Надо гнать Из органов власти Инициатора Надо гнать И вообще Вот если По-моему Вот такие резиденции Я даже не против Резиденции Как таковой Вот и зря Я не понимаю Почему сейчас Такие резиденции Не нужны Их оправдывают Пусть это будут Частные резиденции Которые вы будете Арендовать Прекрасные санатории Митина Пусть будут С своими люксами Номерами Куда вы будете Министром Селите охрану Что? Санатории пусть заработают Да конечно Пусть санатории А у вас не будет В бюджете строка Причем с миллионами На содержании Такой резиденции Как Черное озеро Но зачем? Зачем? То есть я считаю Что это чистое вредительство Вот чистое Вот хотите Вспоминайте Сталина Хотите не вспоминайте Но Сталин бы решил Этот вопрос быстро Слушайте А может просто люди Вот ну не знаю Там Не то чтобы Вредительство Да может просто Ну не совсем там Что адекватность? И опять Нет нет Не совсем успевают Подумать о том И опять Не успеваешь Уходи Иди туда Куда ты успеваешь Азиз Алич Очень надо Чтобы вы прокомментировали Успели Вот это история С общепитом Вы же видели Да обещали Открыть общепит Летнее кафе 16 числа Постановление подписали Открыли Но с такими ограничениями Тестирование Каждую неделю А потом отошли назад Но это говорит Об уровне Компетенции Людей Принимающих решения Они ограничили Свой состав Не экспертами Не экспертами А только Должностными лицами И не слушают Экспертов А сами они Не являются Экспертами И не понимают Как можно Организовать Тот или иной Процесс Понимаете И вот таких людей Гнать надо Из государственной Службы А они сидят И получают Получают Не маленькие Заработные платы Все Не маленькие Причем ежемесячно Предприниматель должен Заработать Чтобы дать себе И своим работ А они ежемесячно Получают из бюджета Эти деньги При этом устанавливают Налоги Которые становятся Непосильными Для предпринимателей Поэтому С моя точка зрения В данном случае Этим людям Не место В том числе Могу даже Как бы Поименно сказать Что руководитель Роспотребнадзора Не место сегодня На должности руководителя Пусть идет В советники Васильеву Пусть идет В советники Васильеву По потребительскому надзору Пусть идет Если Васильеву Нужны такие советники Потому что То что делается Это безобразие Так нельзя Принимать решение Принятие решения Это первый шаг К выполнению Если ты не можешь Принять решение Значит Не будет Правильной реализации Или реализация Будет такой Что ужас Людям будет Вот на этой Печальность Совершенно Нет Время идет И бог смотрит Понятно Каждый народ Заслуживает Того правителя Который имеет Но народ То ведь умнеет Скоро народ Заслужит лучших Правителей И в Кировской области Будут лучшие люди Кировской области Править Любящие эту страну И любящие людей Я очень надеюсь Что это случится Все-таки Вот Потому что пока Честно говоря Что-то предпосылок Не очень Я вижу к этому Но ладно Будем надеяться на лучшее Только так Да Азиз Агаев был в нашей студии Директор аудиторской Консультационной компании Бизнес-информы Заместитель председателя Кировского союза промышленников И предпринимателей Спасибо ему большое Особо мы не завершаем До свидания Особое мнение На 101FM